Добрый день, друзья! Вот и настало время моё сделать вот такую штуку. Не знаю, видно или нет. Вот скачано. Я где-то в другом месте. Ну, источник Forum Guns.ru. Там есть это апгрейд, или как она называется, для котелка. Это печка-щепочница. Делается по размеру котелка. Я уже одну делал, или даже две, щепочницы, но у меня они не получились. Почему? Вот котелок. Я думаю, вот сейчас последняя. Почему? Она была сильно высокая. И щепки, огонь небольшой. Ну, то есть, вот, высоковато. Поэтому, хотя на фанерках я закипячивал в нём. Вот, а на веточках, на всяком хламе не получилось. Видимо, просто пламя высоковато. Ну, раз вот это вот много кто делал, это я решил тоже сделать. Вот, я вырезал дно на миллиметровочке. Я на миллиметровке, потому что у меня её рулон. Я на старше меня, вот, вырезал выкройку. То есть, здесь, вот там есть, на этом форуме выкройка. Я перерисовал, просто считал, прикидывал. Немножко, чуть-чуть, ну, не там сделал, или там. Вот. Ну, я что-то вначале пометал, мне показалось, что он длинноватый. Я по полсантиметра отрезал, надо будет, когда делать, буду прикинуть. Вот, примерно такая вот получается штуковина. Чё, сейчас возьму ножницы по металлу, буду искать из какой-нибудь жестянки. У меня есть отличный кусок алюминия, его должно хватить на, как там, что ли, на десяток вот таких. Если сделаю сейчас из жестянки, я думаю, из этого сделать кусок у меня подоконника, или, как он, слив металлический, вот, из него. Если получится, то буду, ну, если понравится, то сделаю такую походную, лёгкую, алюминиевую. Вот. Ну, посмотрю, вернее, короче, я, что буду делать. Ну, сейчас надо сделать рабочий прототип, то есть, вырезать вот эти две части. Дно, думаю, надо делать чуть потолще. Что ещё нам понадобится? Нам понадобится ещё два таких штырёчка. Это проволочки. Чё ещё рассказать? Ну, вот. Думаю, для таких вот штуковин изготовления всё завести надо эти выбивные ножницы, приставка для этого, для дрели. По-моему, сверчок она называется. Ну, китайцев, по-моему, можно чуть дешевле купить. Тыщу где-то 200 или 1300 она стоит сейчас. Чтобы, ну, не ножницами, а ей как раз такие вот жестяночки выбивать, я думаю, самое то. Вот здесь отверстие подкладывать. Оно будет с торца, чтобы запихивать. И вот. Дно вырезаем по крышке. То есть, здесь вот оно толще, чтобы оно было. Такие вот. Сейчас нажму паузу. Продолжаем делать печку. Вот я кусок этого взял. Слива. Вот, обвёл бумажку. Сейчас, что я сделаю. Ножницами вот режется отлично. Вырезается. И, кстати, вот здесь и вот здесь одинаково. То есть, на две по ширине. Вот здесь немножко не хватает на дно. Ну, найду из чего сделать. Но, может, потолще. Вот. Сейчас вырежу. Потом, что сделаю. Намечу дырки. Буду сверлить. Продолжаю делать. Что-то увлёкся. Ничего не снимал. Не было. Да и возможности особо не было. Извиняюсь. Вот, что получилось. Уже пока собрал на винты. Какие попались. Вот длинные. Это заменим на заклёпки. И снизу ещё не просверлил отверстия. Ну, что этот обвёл низ по бумажке. И вырезал, наточили, подровнял. Выемку вот эту сделал. Здесь просверлил. Вот начал шесть с половиной сверлить. И они как-то большие, некрасивые получатся стали. Поэтому два. А потом всё... Это шесть с половиной вот поддувало. Они как-то получились криво. А эти вот более-менее ровно. Это на пять сверло было. Здесь не помню. На шесть, по-моему, снизу просверлил. Подвинтики на четыре. Ну, я, честно говоря, не помню, какие у меня заклёпки на сколько. Есть. Пока на четыре. Если что, рассверлю. Если что, чуть-чуть болтаться будет. Получилось вполне, на мой взгляд, симпатично. Вот. Надо ещё будет подогнуть. Гнул аккуратненько. Вот. Как сказать, об ногу. То есть, так как это жестянка, оно гнулось хорошо. Это чуть-чуть потолще. Ну, дно. Не скажу даже, какое. Вот. В чём проблема сейчас возникла? Отверстие надо с торца длинные щепочки засовывать. Ну, такую длину, чтобы можно было. Надо было его вырезать вначале, до изгибания и до сборки. Я этого не сделал. Когда оно было... Ну, до этого, если бы делал сразу, можно было побольше отверстия и лобзиком выпилить. Хоть круг, хоть квадрат, хоть там, не знаю, шестиугольник. Хоть звёздочек. Хочё угодно. Сейчас ничего не... Сейчас не знаю, как делать. Ножницами сюда не подлезть. Либо гравёром. Вот. Ну, в принципе, получится должно. Хочу попробовать коронкой по дереву. Вот. Сейчас сюда подлезть. И что получится. А, ну, давайте ещё покажу. Вот котелок что-то. Отлично. Вот оно установит. Но он до конца не опускается из-за этого. Вот. Из-за винтов не опускается. Можно ставить эту выше-ниже. То есть, размер делаем по крышке. Она наиболее широкая. Когда здесь будут заклёпки, то, соответственно, он будет ставиться и там защёлкаться. Хотя ручкой я не понял, как у людей. Но, может, я заменю на тросик. Уже не принципиально. Так, чего нам еще? Что-то Security. А там? Вот. Хорошо, Birdberg. Продолжение следует... Продолжение следует... Ну, я как минимум себе чуть-чуть... Хотя, не знаю, или я сейчас долго буду мучиться и все-таки этому... Я боюсь, он, видите, не плоскость, он здесь процарапает, а здесь он как-то тут загнет, зарвет, он не будет. Опять же, надо было это делать на плоскости. Ну, как говорится, попытка не пытка, все понятно теперь. Ну, значит, сейчас я что, кругляшечка вырежу, сюда наклею и гравером вырежу. Хотя, наверное, гравером будет проще квадратик. Значит, квадратик сюда и гравером. Это я снимать не буду. Вот. Ну, заклепки, я думаю, тоже заклепочником я заклепаю, снимать не буду. Сейчас нажму паузу, а включу, попробуем уже воду кипятить. Че, как оно будет. Полевые испытания, так сказать. Так что, пауза. Итак, вот что получилось. Вот, закрепляем этой. Вырезалось все-таки квадратное отверстие, они круглые. Очень удобно консервным ножом проткнул. Надо было вот так вот наискать сразу делать. Четыре, и потом загнуть. Но я сделал немножко по-другому. Здесь загнул, а здесь не загнуто. Все вырезано под дужки, чтобы плотно вставало. Надо еще сшить мешочек. Что еще? Ну, открываем, вытаскиваем. А, давайте сделаем. Лисы у меня есть. Сейчас мы все это завесим. 600 грамм. Пустой котелок 370. И скидываем это, вешаем. Конструкция, ну, 210. Получается, ну, где-то вот 210 грамм. Сейчас паузу и будем топить.